Итак, первым вопросом повестки дня у нас вопрос об оценке итогов исполнения национальных проектов на территории городского округа города Саров в 2019 году. Докладывает Алексей Викторович Голубев. Коллеги, вот здесь общая разбивка по всем национальным проектам, которые у нас были приняты в рамках указа президента, с указанием цветных секторов, по которым, собственно, идет, довелась работа в течение этого периода на территории муниципалитета с участием муниципального бюджета и с участием сотрудников муниципального сектора экономики. Вы видите, что это такие проекты, как образование, демография, культура, жилье и городская среда, экология и малое и среднее предпринимательство. Следующий слайд. Здесь, соответственно, идет расшифровка того, какие мероприятия входили в тот или иной проект. То есть мы входили своими мероприятиями в региональный проект, региональный проект шел в федеральный проект, и все это фиксировалось в паспорте национальных проектов. То есть вы видите все перечисления проектов, которые реализовывались в городе Сарове в отчетный период. Следующий слайд. Сразу хочу сказать, что особенностью реализации национальных проектов было то, что часть из них реализовывалась без привлечения дополнительных источников финансирования и средств бюджетов верхнего уровня. В частности, это такие проекты, как образование, культура и малое и среднее предпринимательство. То есть проекты исполнялись существующими силами в рамках наших муниципальных программ, и показатели, достигнутые в этих проектах, шли в зачет региональных и федеральных проектов по соответствующим разделам. Следующий слайд. Вот, например, проект образования, который шел без дополнительного финансирования из огласного бюджета или из федерального бюджета. Здесь, собственно, цель этого проекта была формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей талантов у детей и молодежи. Дальше расписывается и вот те показатели, которые достигнуты в рамках этого проекта. На сегодняшний день, соответственно, исполнение проекта составляет 91%. И, ну, это нормальный показатель, поскольку еще у нас есть две недели до завершения отчетного периода. Все цифры у вас будут, вы сможете их, соответственно, изучить и вопросы потом задать. Следующий слайд. Аналогично, значит, проект создания условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолога-педагогической, методической и консультативной помощи. Он расписан таким образом, поддержка семьи, имеющих детей и реализация программы той самой помощи. Показатели здесь взяты, соответственно, из национальных и федеральных региональных проектов. Сегодня тот случай, когда в нескольких проектах у нас есть исполнение больше 100%, это не натяжка. Это так есть, потому что по некоторым видам деятельности количество заявленное, плановое было меньше, чем то, которое в итоге получилось. Здесь не было целенаправленных усилий на то, чтобы создать более благостную картину. Это объективная реальность. Следующий слайд. По области культуры, соответственно, у нас направление или цель проекта – обеспечить детские, музыкальные, художественные, хореографические школы, училища необходимым инструментом, оборудованием и материалами. Проект разделялся на два направления, две линейки мероприятий. Первый – это культурная среда, в части оснащения, учреждения культуры. И второй – это творческие люди, создание условий для реализации творческого потенциала. Здесь тоже, собственно, вы видите внизу шокирующие цифры, так сказать, да, там 174%, 288%. Вы можете совершенно спокойно проанализировать эти данные, ничего страшного нет. Заявлялось в качестве показателей 60 человек-волонтеров, по факту оказалось 173%. То есть в этом плане нет никаких непонятных цифр. То же самое, где вот 174% по количеству специалистов, которые прошли повышение квалификации, заявлялось 35% по плану, прошло 61%. Следующий слайд. И малое и среднее предпринимательство, опять это безденежный проект, не требовавший финансирования. Он, соответственно, заключался в создании дополнительных возможностей по акселерации субъектов малого и среднего бизнеса. И, в частности, как одна из составляющих, это создание центра «Мой бизнес» и окна «Мой бизнес» в ЦПП. Значит, эта работа велась во взаимодействии с Министерством экономического развития Нижегородской области. Соответственно, окно у нас с вами открывается 16 декабря. То есть вся необходимая работа проведена в плане организационной, в плане штатной. И здесь есть показатели, которые вам демонстрируют, как у нас меняется количество занятых в сегменте МСП или в созданные субъекты МСП. То есть в целом здесь исполнение высокое. Следующий слайд. Теперь о проектах, которые у нас с вами использовали средства бюджетов верхнего уровня. К ним относились проекты образования, демография, жилье, городская среда и экология. Это те направления, по которым велась работа в городе Сарове в тех же период. Следующий слайд. По образованию. Вы помните, что было принято решение о строительстве в школе, школа номер 11 в городе Сарове на месте бывшего здания 11 школы. И необходимые средства были выделены в бюджете текущего года. Кто был на стройплощадке, видели все, что там сегодня происходит. Полностью завершены работы нулевого цикла. Соответственно, в будущем году можно будет уже осуществлять закладку первого камня в здании новой школы. Исполнение хорошее. То есть реально подрядчик, который выиграл данный конкурс, по своим обязательствам отвечает в полном объеме и исполняет по финансам больше, чем было запланировано. То есть мы уже однажды обращались в области для дополнительного финансирования. И на сегодняшний день по дополнительному выделенному финансированию исполнение 99,9. Еще у нас есть примерно 12 дней для того, чтобы уже завершить год. И здесь будет небольшое перевыполнение. То есть этот объект, как я рассчитываю, будет сдан своевременно. Он заявлен на 2021 год. В принципе, может быть, даже если нам областной бюджет выделит финансирование целиком в будущем году, ну, можно попытаться его построить, эту школу и в 2020 году. Следующий слайд. По демографии. Соответственно, у нас это направление было в виде проекта «Спорт. Норма жизни». И оно состояло из двух основных видов деятельности. Создание малой спортивной площадки в городе Саров районе улицы Чкалова. И подготовка спортивного резерва для субъекта РФ. По спортплощадке. Ну, кто там в этом районе бывает, ее видели. По площадку построили, открыли. Достойная площадка. Сегодня нам Минспорта предлагает выбирать уже не уникальные площадки, а стандартное содержание. То есть будущие площадки, которые в городе Сарой будут создаваться, они, видимо, будут делаться по типовым проектам, как сейчас идет с контейнерами и площадками. Но эта площадка еще пока делалась, соответственно, по другим принципам. И второе – это подготовка спортивного резерва для субъекта РФ. В данном случае термин «кассовое исполнение» по обоим проектам он стопроцентный. Соответственно, и по физическим показателям он тоже стопроцентный. То есть здесь проект выполнен надлежащим образом. Следующий слайд. «Жилье и городская среда». Интересный, важный проект. Это, значит, лыжная база. Фактически мы с вами создаем заново стадион зимних видов спорта, о котором много говорили. Здесь, как вы помните, и госпропорация «Росатом» помогла, выделила, в частности, судейские домики, которые установлены. На сегодняшний день завершена укладка полностью асфальта. До всех похолоданий это удалось сделать. Сформировали малый круг, на котором, собственно, будет осуществляться разгон и для лыжероллеров, и для всех других. То есть, с этой точки зрения, наша лыжероллера стала еще более качественной, более хорошей. Сделано полностью освещение. То есть тот, кто там был, теперь может посмотреть эти светодиодные фонари. Сделано с трибуны. Вчера была осуществлена проплата за малой архитектурной формой. Это объекты поставки из Санкт-Петербурга. Две фуры были отгружены. Там довольно сложная установка на фундаменты и сборка всего этого. Здесь исполнение фактически составляет 70%. За оставшиеся дни, крайний срок у нас отчета по этому проекту 24 декабря, по нашим планам, мы должны этот проект полностью завершить. Соответственно, наши лыжники, наши горожане получат обновленную лыжную базу. И на следующий год у нас с вами запланирована вторая очередь лыжная база, где мы, соответственно, еще сделаем там массу интересного. И объект будет реально красивым. Следующий слайд. Теперь по парку имени Зернова. Я сразу хочу сказать, что он у нас не фигурирует нигде в отчетах по национальных проектов по линии Нижегородской области. Он у нас идет по конкурсу исторических поселений и малых городов. Этот конкурс игрался в 2017 году. В 2018 начале были выделены деньги. И, соответственно, он был принят до появления указа президента по национальным проектам. Но поскольку он у всех на слуху, и поскольку к нему отношение как к национальному проекту, то здесь тоже, соответственно, предлагается его тоже посмотреть и по нему соответствующую оценку сделать. Из того, что сегодня там происходит, идет бетонирование лестницы. По планам должны завершить бетонирование на этой неделе. Идет отделка входной группы. То есть она сложная, новая. Вы видели, что ее демонтировали. И отделка будет завершена в субботу. По плитке идет укладка. И завершение работ планируется на следующей неделе. И в целом исполнение по этому проекту мы обязаны тоже сделать не позднее 24 декабря. Это самый край. Следующий слайд. По экологии. У нас с вами были заявлены в целом три проекта. По двум из них было выделено финансирование. Это по строительству и реконструкции здания очистных сооружений. И второе по реконструкции участка здания мехобезвоживания. По одного маленького проекта, где 18 миллионов, в целом все было готово. Деньги были выделены и разыграны в середине октября. Проект есть. Но поскольку там благоустройство выпадало на декабре месяц, то есть посеяв травы, посадка зеленых насаждений, никто из подрядчиков не заявился на конкурс, потому что сказали, что за национальные проекты ответственность очень высокая, вплоть до уголовной, а заниматься посадкой травы в конце декабря точно совершенно никто не будет. Поэтому этот проект у нас перешел на следующий год. Что касается проекта по реконструкции здания мехобезвоживания, то здесь была длительная работа по проведению трех видов экспертиз. Были соответствующие замечания и по линии карста опасности, и по линии экологических сбросов-выбросов. Еще раз, три вида экспертиз, которые завершились недавно, когда уже, собственно, на конкурс выходить было бесполезно. Потому что мы выходили с конкурсными мероприятиями на январь. И правительство Нижегородской области приняло решение о том, чтобы средства, которые были здесь заложены, этот проект, забрать в областной бюджет из-за того, что нельзя отыграть конкурсные процедуры и выделить их бюджету города Сарова на проведение конкурсов и на эти работы в начале января 2020 года. То есть мы к этому готовы. Сегодня у нас получены все необходимые заключения. Комплект проектно-смертной документации в объеме примерно 200 килограммов бумаги он имеется. И с этой точки зрения готовность есть высокая по началу этих работ. Следующий слайд. Собственно, вот по тем оценкам, которые предложены губернатором оценивать исполнение на проектных территориях, есть три вида оценок, надлежащие, удовлетворительные и неудовлетворительные. Соответственно, из тех проектов, которые вам представлены, с учетом исполнения проектов по образованию и демографии, предлагается оценка надлежащая. По третьему, в жилье городская, где у нас лыжная база, и где у нас парк, ну не парк зерного, мы его просто подразумеваем, где лыжная база, и где завершение работ должно было происходить в конце ноября, а будет завершено фактически 20 декабря с движкой на месяц, прилагается оценка удовлетворительная. Следующий слайд, по-моему, там все, да? Да, все. Спасибо. Проект решения по данному вопросу поступил в городскую думу. Ирина, там можно его высветить на экран? Значит, и действительно предлагается оценить три национальных проекта. Национальный проект «Демография» надлежащее исполнение, образование надлежащее, жилье городская среда удовлетворительное. Алексей Викторович, а все-таки поясните еще раз по поводу парка. Значит, с одной стороны, вы вроде говорите, что нужно его оценивать, но это мы делаем успех необходимого или мы должны дать оценку реализации работ по парку действительно в рамках национального проекта? Или это мы делаем факультативно? Вот смотрите, моя оценка. Если с точки зрения областного правительства, то мы не должны его оценивать. Но поскольку проект важный, и фактически за более чем 70 лет существования парка, это, пожалуй, первый случай, когда в парк вливаются существенные инвестиции с учетом средств, которые будут вложены в будущем году, это 150 миллионов рублей, и парк получается красивым, парк получается другого качества, другого формата. Я считаю, что оценку все равно нужно дать, чтобы мы сами четко понимали, что сделано, что не сделано, что требуется еще сделать. Мы должны быть перед собой чисты, потому что, в конце концов, когда мы будем готовиться к выборам, нам нужно быть идти к избирателям и говорить им, вот мы под этим подписывались, мы это сделали, сделали вот ровно столько, есть такие-то замечания, по которым будем, соответственно, дорабатывать, отрабатывать и тому подобное. Алексей Ильич, у нас есть все окончания. Мы можем сейчас закрыть и начать с весны. Но, смотрите, в этом году мы обязаны, поскольку средства выделялись по проекту формирования комфортной городской среды из бюджета верхнего уровня, мы обязаны отчитаться за эти 101 миллион в этом году, не позднее 24 декабря. Это наше обязательство, тут вариантов никаких нет. Так, коллеги, есть ли еще вопрос, Алексей Ильич? Ну, в общем, я хотел в целом мнением сказать, что участие в этом событии в этом проекте очень важно. То есть, поблагодарить администрацию, исполнителей, то есть подрядчиков наших муниципальных предприятий, я считаю, что дополнительные инвестиции, которые мы получим, это очень серьезный шаг. Вот у меня мнение какое. Если мы сейчас вот такую оценку дадим удовлетворить, то есть не скажется ли это на следующем, скажем, больше, то есть нам не зарубят ли какие-то проекты, какие-то финансы. Вот в этом смысле. Потому что понятно, что задержка есть, но она не такая глобальная, на мой взгляд. То есть в течение года я считаю, что основные работы будут выполнены в любом случае. Ну, понятно, были сложности летом, входили в муниципалитет, входили в этот проект, подрядчики и так далее. То есть просто вот у меня мнение какое. Если мы сейчас поставим удовлетворительный, как это скажется, на, скажем, отношении области, ну и федерации. Чтобы вы все то сказали, что не диплом не надо, то есть на удовлетворительных станциях, а здесь? Ну, я бы здесь, да, спасибо за оценку, но я бы здесь говорил, хотел бы следующее, чтобы мы перед собой были честны, да, если мы выполняем все обязательства в рамках контракта, в сроке и в объемах денег и с нужным качеством, значит, мы получаем высшую оценку. Если мы по какому-то параметру начинаем выпадать или пострадать качество, либо сроки, мы должны сами себе дать оценку объективную. Ну, и если нас будут журить и ругать, будем объясняться, но в любом случае наша с вами обязанность добиваться привлечения финансирования, несвоения, на что и вопреки всему. Ну, правильно, сами себя-то не надо обманывать. Ну, да, сами себя-то не надо обманывать, конечно. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Все понятно? Да, прошу, но это совсем вопрос, не совсем относящийся к национальным проектам, но не в рамках реализации. Вот в рамках проекта «Демография» мы все прекрасно знаем, помним, как в этом году нам тяжело удаловались в бюджет, по 232-м постановлению отмена завтрака, которое у нас было много-много лет, но при этом, буквально через некоторое время, где-то летом, президент Докладовского было бы неплохо возобновить. Вот как-то в рамках проекта «Национальный демография» есть какой-то надежда возврата, хотя бы не в полном объеме, нуждающихся, как вот что-то... Ну, сегодня, вы, наверное, знаете, в Госдуме идет обсуждение выделения государственного финансирования на бесплатное питание в школах. Мы ждем этот законопроект. Как только он появляется, у нас сразу с вами возникает законное основание выделения денег на эту задачу, потому что реально это большая потребность, в этом есть, и у людей, у которых хватает денег, и у людей, у которых не хватает денег особенно. Поэтому мы вот в рамках существующих нацпроектов, в паспорте проектов и в мероприятиях такой позиции нет, но я очень надеюсь на принятие такого закона. Спасибо. Алексей Владимирович, Сергей Петрович, вот маленький вопрос по поводу детства и Солбуха. Мы можем в проект демографии войти, скажем, на следующий период, если будет опять же у нас проект разработан и так далее. Вот, как вы оцениваете ваши перспективы Сарова по включению в другие проекты, насколько это нагрузка на муниципалитет, то есть потянем ли мы, не потянем, стоит ли не стоит, потому что понятно, что большая нагрузка, она может надорваться к какой-то моменту, то есть мы потянуть и потом подставить. Мы с вами сами выставляем приоритеты, да, и мы взвешиваем с вами на весах в рамках обсуждения на комитетах согласительных комиссий и выбираем ровно то, без чего город жить не может. На что нам денег не хватает, но то без чего город жить не может. Нам точно совершенно не хватает двух детских садов. Это точно совершенно. И с этой точки зрения я искажу из того, что мы должны с вами добиваться и обращаться к губернатору, к областному правительству о выделении средств на строительство садов. При этом, скорее всего, нам придется софинансировать эти объекты в размере до 25%. Оно может быть и более будет оптимистически, как вот со школы, у нас там всего софинансирование 1%, это большая удача. Но в плохом варианте это 25%. Но даже если 25%, я думаю, мы должны будем согласиться с этим и уже из текущих наших проектов сделать корректировку бюджета, чтобы деньги дополнительные из области забрать. Спасибо. Павел Маркович, Алексей Викторович, а вот для комнику, когда мы обсуждали, в устройстве парка, там были, по-моему, завязаны предприниматели. То есть они хотели своих проектов принадлежать, там, в устройстве, там, площадки, лодки, еще какие-то такие вещи. В связи с какими-то уклонениями от сроков, там ничто не поменялось. То есть как там ситуация принимает, потому что не хочет стоить планы, свои там, бизнес-сельцы, мы с ними, значит, все работы провели, мы подготовили для них площадки, те, которые они хотят, подвели туда необходимые коммуникации, в частности, вот электрику. С этой точки зрения, они сказали, как только тепло становится, мы туда заходим и начинаем там работать. Нам это интересно, нам это надо. Они подтвердили свои намерения. Какие-то сроки они сказали, потому что это уже лето. Ну, это конец апреля-май, вот так вот. Как только снег ставит, более-менее можно будет заходить на площадку, они будут готовы там с этими павильонами работать. Ну, Алексей Владимирович, у меня просто вот, Анна Валерина, здесь можно прокомментировать, комиссия по употребленку, ну, вот я тут хожу в состав, то есть уже рассматриваю, где я тут на точке, где места, где кафе, то есть работа как бы идет, в том числе и на комиссии адреситации. И Цой Петр тоже хотел, он говорил, что я готов, я готов хоть сейчас, в зиму там ставить понтон и организовать водочную станцию, смысла никакого нет, но я к этому готов. Так, есть еще вопросы? Да. Пожалуйста, критерии вот оценки по остановке вручению губернатора. Я не понимаю. Длежащие, длежащие. Нет, как они, индивидуальные, какие индикаторы, я знаю, ставили, а что они под собой зацеливают? Длежащие. 5, 5, 4. Ты же, в общем, сроками, и 10 процентов, у меня возникли с собой, я тебя прошу, у тебя же на Вегано есть с собой. Ну, вот, смотрите, да, нам присылали письмо из правительства Нижегородской области, ну, понятная, значит, оценка исполнения признается исполнением надлежащим в случае, если и кассовое исполнение, и своевременное, полном объеме введение объектов эксплуатации, да, это надлежащее исполнение. Исполнение неудовлетворительное в случае, если либо один, либо другой параметр, значит, не составляет сто процентов. То есть просто да, не выполнено. Значит, нет, это так был написан документ, я сейчас не читаю из него, потому что я его читал, но не на призвало замену. Исполнение неудовлетворительно, если выполнено, но, скажем так, есть замечания с точки зрения выполнения. Я ответил, да? Конечно. Я бы сказал, что-то зачитал цитаты. А, зачитаю. Ну, я сейчас, может быть, чуть позже найду сюда. Мы сказали, мы доставим этот вопрос на связи с этим. Ну, хорошо. Коллеги, есть ли еще вопросы? Если вопросов нет, то тогда какие предложения будут по проекту решения? Нет. Нет. Мы не можем принять отклонительство, может делаться городская дума, в заседании комитетов, тогда есть предложение вынести данный проект решения на заседание городской думы. Кто за это решение? Кто за это решение? А вот он, высвечен проект решения, значит, проект решения, информацию принять к сведению, отметить надлежащее качество исполнения и так далее. По проекту демографии, надлежащего национальному проекту образованию и удовлетворительному проекту «Городская среда». А то есть рекомендации? Ну, давай просто вынеси. Нет, давай, а почему ты не хочешь? Хорошо, есть второе предложение? Давай сначала первое предложение, просто вынести, второе с рекомендацией принять. Правильно я так понимаю? Ну, серьезный вопрос, да. Что? Включить из проекта решения сейчас акцент, поставлять на заседание для расхода. На рисовании пока пресса. Ну, я предлагаю так, вот смотрите, проект решения нам несла администрация. То есть, я считаю, что мы сейчас корректировать его на комитете не можем. А поручение тебе кто добавил? Есть ли такое? Смотри, значит, проект решения городскую думу несла администрация. Исходя из параметров постановки с концентра, о которых я только что выше говорил. Исходя из тех цифр, которые есть. А, кстати, а можно табличку показать исполнение? Чуть ниже. Вот здесь эти цифры есть. исполнение по проектам. Вот исходя из этих цифр, проект решения включены оценки. Поэтому предлагается так. вынести без оценки и голосовать. Он предлагает на каждое. Я не понимаю, как это... Это технически, это как возможно. Абминистрация же один раз вышла с предложением, с которым мы голосуем, или не голосуем. Здесь я... А у нас есть? Да. Можно или не голосуем пригласить? но давайте так. Давайте так. Значит, Алексей Владимирович вынес предложение, вынести проект решения на заседание Красной Думы. Кто за это предложение прошел голосовать? То есть, 17 за получается, один воздержался, против нет. Значит, Евгений Викторович, просьба прокомментировать. Вот, поступило предложение, мы, правда, уже проголосовали за вынос на сессии, сейчас мы можем либо усилить, либо нет, но тем не менее, чтобы понимали. Есть, поступил проект решения в Красную Думу, касающийся оценки выполнения национальных проектов в городе Сорове. И в проекте решения пунктами 2, 3 и 4 уже оценки проставлены. Проект решения поступил в администрации. Рассмотрели предложение о том, чтобы скорректировать этот проект решения, вынести его без оценок, а оценки проставлять уже на заседание Городской Думы. Насколько это по каждому из проектов? Ну, вот смотрите, вот я хотел бы прокомментировать. Есть поручение губернатора от 18 ноября текущего года, там четко указано, какие оценки могут быть выставлены и критерии выставления таких оценок. То есть, допустим, качество исполнения национального проекта признается удовлетворительным в случае отклонения от сроков реализации этапов при условии соблюдения сроков реализации на приятель национального проекта в целом. То есть, вот здесь по каждой оценке идет свой критерий. Каким образом она не из головы берется, а это четко регламентировано. все оценки. И вот в зависимости от реализации национальных проектов на территории города Сарова и должны выставляться оценки в том объеме, в котором будут умерены. На ваш взгляд, нет здесь противоречия? Я не вижу здесь позвонить. Ну, а что мы с точки мы здесь вообще насколько мы можем то есть мы должны будет детально разобраться потому что давай если у нас есть методическая регуляция. Кроме Кроме Смару понятно, что Алексей сделал доклад на заседание городской думы. Евгений Михайлович, объясню. Также будет доклад от правительства Межгородской области приедет как я понимаю из Министерства внутренней политики человек и доложит свое видение правительства и поскольку это документ губернатора он даст нам те литерные точки на которые мы сможем опираться при принятии решений. Ну давайте так предложение от Дмитрия Анатольевича поступило Я хотел бы все-таки для ясности повторить оценочная шкала она построена из объективных показателей которые доведены нам поручения губернатора то есть все зависит от того насколько реализованы проекты Ну да то есть на самом деле ну чтобы еще раз было всем понятно здесь не субъективное восприятие каждого депутата по выставлению оценки а это именно фиксация тех критериев которые фиксация оценки по тем четким критериям которые изложены в постановлении губернатора я еще не повторил но это уже прозвучало от Евгения о том что соответствует то есть оценке администрации этим критериям поэтому сейчас предложение битвы на то что мне кажется выходит значит у нас сегодня у нас заседание комитета если будет необходимость в том чтобы собрать фракцию она конечно будет собрана фракция работает по своему регламенту и как правило передумая она бывает но не всегда и не обязательно значит и по ключевым вопросам мы ставим вопрос на голосование на фракции как-то прекрасно знаем и можем принять решение по самозерному голосованию по какому это вполне возможно но это уже вопрос не сегодня что-то мы оцениваем а кто из депутатов был в Польме рекисательства нуждовать здесь немножко интерактивно но кстати говоря я думаю что это может быть стоит сделать перед заседанием я думаю что посмотрите своими глазами это важный момент может быть в курсе и что называется не из кабинета изучаем так коллеги но еще есть какие-то вопросы высказывания перед тем как мы опять с голосованием приступим значит снова отмечая наступило предложение вынести проект решения с рекомендацией принять мы его вынесли давайте тогда проголосуем кто за то чтобы рекомендовать городской думе от комитета от нашего сегодняшнего принять проект решения об исполнении национальных проектов 2019 в городе кто за прошу голосовать давайте считать раз два три четыре пять шесть семь восемь десять один кто против кто воздержался раз два три четыре пять пятеро воздержались тот и голосовал но решение тем не менее принято значит от комитета идет рекомендация принять запишем протокольно значит педа павлов стоит ли голосовать свое предложение я голосовую а ну все тогда вопрос снимается спасибо Алексей Викторович то есть тогда по первому вопросу повестки дня мы отработали я коротко до всех доведу информацию в пятницу по нашей просьбе по моему обращению главный федеральный инспектор Мурзин проводил совещание по дороге Саров-Кременке по той ситуации которая возникла после решения ГИБДД и Нижегородской прокуратуры Нижегородская прокуратура областная возбудила дело об административном правонарушении в отношении сотрудников ГУАД то что дорога ее нет она не сдана на кадастровые учеты поставлена она не принята в эксплуатацию не обеспечивается и соответственно ее обслуживание рекомендация была поставить бетонные блоки чтобы эту дорогу закрыть понятно что это не выход для всех нас значит с позиции выступил четко вице-губернатор Сергей Дорогов Морозов я рассказал нашу часть истории он сказал что принято решение соответствующее и даны указания Минтрансу и ГУАДу в отношении того чтобы сделать оперативно все процедурные моменты по взятию участков дороги готовых на кадастровый учет по организации безопасного движения по тому участку где проходит газопровод то есть дорогу никто закрывать не будет итог этого совещания спасибо это информация это такая самодельная тема ГУАДу поставлена задача организовать уборку этой дороги содержание ее в категоричной форме поэтому в данном случае это все должно быть знаки дополнительные будут спасибо нашу работу коллегия